Это по возрасту, когда брать не кем для входа, как это развивается. Видите, что сейчас возраст молодых представителей интернета вы не уместно снизились. Люди начинают представить интернетом 2 года. Поведаю, каким образом? Мультики. Ролики. Видите, не кем. Мультики. Не, не, мультики. С 20... Я сейчас вам показывать не буду, как часто снимать. С 20 сусветных в свете наибольших вытворцев видеоконтенту за версию 2019 года 17 это были каналы детячих мультиков. У свете, по проглядах. То вот, когда вы хотите дети заработать реальный шмар в грошу, и когда вы хотите реально не шмар проглядывал, робите мультики. Работайте детячий контент. Работайте то, что батьки просто будут ставить своим детям и сходить. Сватрун-трун, да? Миша этот... Я на самом деле не забираю еще мультики, да? Нет, нет. Мало что то есть. Сотрун-трун и там... Подяжелый там... Леденец. Ну, вы просто возьмете, когда это бывает, что... У вас есть планшеты какие-нибудь, так? Вы даете саму детенку, правильно? Вы покажите. Все, нужно надо где-нибудь нажать. И видите, что ютуб текало. Ютуб разобрался одрознивать поводенное доросного человека от детенка. Когда вы даете планшету руки, ютуб глядить, как отбываются клики на экране, яке он выбираю мультики, и он меняя алгоритмы, и показываю правой стушце то, что этому детенку будет больше цикава, как правого картинки инжа. И это вот так само алгоритмы робец такую магию. И детенок отчувает себя комфортно. Детенок может этому ютубе сидеть годинами, сам навиговаться и переключаться на 2,5 годы. И это невероятно. Это добро и кепско. Но это то, с чем мы сейчас с вами справимся. И эти дети, когда вырастают, им становятся 6-8 годов. И уже 8 годов они не только мультики хочут. Они шукают инший контент. Они шукают иншие ролики на ютубе. Некоторые подписываются на National Geographic, умовные. А некоторые подписываются на всякую туфту российскую. Тут есть большая проблема, что никакая качественная контента. Ни белорусского, ни качественного российского муна. Каким наши разумеют. А по-английски здесь не разумеют. И тому возят так самая шедная ниша, муна от 10 до 16, в которой можно заполнять контент. И вот мы сейчас думаем свободой, что можно заработать для этих детей. Мы не умеем заработать контент для детей. Николи его не заработали. Как и никто в Беларуси. И это большая проблема. А Бонсик заработали в Европе? Да, да. Бонсик это очень классная компания. Они заработали эту эдукационную книжку. Да, так. Худка – тренды. Значит, первое – эмоциональность. Контент, журналистка стала эмоциональностью. Не обовязково, как сам текст был эмоциональностью. Потому что это нарушает стендарты, и это разворачивается на манипуляцию. Али важно, как после прочитания тексту у человека была эмоция. Когда взять 6 смайликов в Фейсбуке, то можно задать себе вопрос, какой смайлик, если прочитать этот видео, хочет человек себе поставить в этом контенте. Другое – это геймификация. Люди хотят гулять. Кто гулял в нашу поликлинику? Гулял. Гулял? Только глядик. Давайте. Нет, я самокуплю не верз. А у вас тут немае в интернете? Нет, тут я не кемский, когда из ловишь. Нет. Давайте, можно сказать. А что, берзки не дают? Нет. Нет. На расписку он под тучи слова. По-русски. Да, и это правда. И интересно, что у нас ранее сказали на радио, что это тест, это для детей, кому-то карм. А потом мы сделали доследование, что 70% тех, кто проходят наши тесты игольные, это люди, кому 55+. Да. Ну, так само таки, я бачите, николе не верьте интуиции у таких омок, как что это интернет. Потому что у нас сам речь, статистика, она показывает ведьм часто дворок. Ну, на кроссворде это сейчас. Были. Были кроссворды, и люди в подрасте, раньше любили эти кроссворды, а потом эти тесты… Уверсней он кроссворду там, какого-то… Да. Невозвратных. С тобой подключить интернет, а для меня что-нибудь слабое, две мысловые особенности. Может быть, не отрывается. Ну, только… В этом доме некие… 3G. 4G. 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 Может быть, тоже под эту историю попадает в этот дом? Нет. Вы меня… Ну, просто обманите… У меня действительно еще… Давай, наступное. Гиперлокализация. Так само, что контент, который вы делаете, они родили на всех. Свободу для всех, застат для всех. А рабиторы для дома. Комсомольское, агентом 16. Для города, для района, для области. И вот зараз, сейчас, на адрадженне региональных сторонах, портал с супольностью. Одинное, что это не працует в формате сайтов, для краней, теперь это потребует больше такой супольностью. Вот, когда мы говорили про чаты, ну, ну, короче, зараз, многие подъезды створяют свои чаты. Может, кто-нибудь из таких чатов, где лежит? Чат дома, чат подъезда, чаты в улице. Есть такое? Чат классно. У нас, на заходне, наверное, чат, в игры. Так, вось, усправмайте, гэта чата, гэта супольности, так само, як частку, як одну со своих платформ, для распространства новинок, информации, бизнесу, продукту, залежатся от, что вы, где вы працюете. Потому что, бенавито, у гэтых группах, люди формуют свое меркование, и там, это доведуется, про тренды, модные штуки, что купить, куда пойти. И, ненавито, празгатые в узкие чаты. И они доверяют больше чату двора, по статистыце. Чим, чем радует свобода, там, официйная сторона. Какая такая, агульная для усих, я еще на ЦРУ працюю. Вот. И еще проблема в том, что у нас есть кабельные телефоны, али мы имеем инкорстации. Скажите, мы ведем только, там, некий, минимальный набор функций. Минимальный набор функций, а то, что мы можем записывать экран, например, на поликлинику. Можем дать свой? Нет, нет, нет. Видите? Видите? Так. Пятая поликлиника. Вот. Мы сделали такую гульнюку, показать, что как выглядит белорусская поликлиника. И тут сенс таки, что есть пять узровня. Первое – это трамать таленчик приемная, а другое – это пройти… Ну, сейчас забываете. Почать с гульнем, так. Закрывается экран. Почать с гульнем. Я иду в регистратуру. Мне нужно собрать таблетки. Тут гардероб. Идут прибиральщицы. Они же с пасхиевскими. Мне их нужно забивать. Вот. Они тут снова собирают таблетки необходимые. А еще тут есть злые бабки. Ваша самая главная задача – на первом узровне собрать все таленчики. А как собрать таленчики, вот тут я пропустил один таленчик. Опять узровня. Пошли там хирургия, а потом отрывать больничный. И отрывать больничный – это самое складальное. Ну ладно, я думаю, что вы потом можете погулять. А если знаешь, что в результате гульнем, мы показываем все проблемы, что там дружная подлога, каратеи, все на работе, все не працуя, сам день, каратеи. И да, есть такая опция, мне только спросить. Кто таких может? Есть некакие, раз я уже телефон выключил, есть некакие такие программы, как, например, КВИК. Кто-нибудь видит КВИК? Не працевали? Чули? Я вот с вами выбираю про виды. Про КВИК виды. Ну, есть створать виды. Первое, давайте. Значит, мы створаем, записываем некакие виды роликов, они важны. Те виды, эти вот такие. Ну, я просто задумал, как показать, какие слайсы. Это приложение, да? Да. Знаете, я задумал всяких видов оковалков. Теперь я захожу, я вам покажу шмак таких программ, и скину список, как вы потестовали. Но это того, как показать, насколько стало все просто, и насколько мы недооцениваем махчумости наших телефонов. Потому что кожного есть Android. Правильно. У нас на сайте поликлики фамилию врачей только пишут с малой буквы. Что говорите? Я выбираю виды ролики, которые мне интересуют. Я могу выбрать конкретный момент виды ролика, который для меня важен, и далее запускаю додать. И КВИК генерует для меня виды ролика, как он видит. А вот для динамики этого ролика. И поменяю. О, уже ролик пошел. Мои очки, газеты. Давайте я поменю. Словать уже есть, да? Юрий Васимов, ты опоздал уже. Ворша. Один титр. Молодцы. Другий титр. За пять секунд, да? Класс. Мои очки, газеты. Окуляры. Ну, ясно, что вы нормальное робите. Так? Это звучайный монтаж, а между телефоном. В этом нам так весело. Капсе. Живее. Живее. И тут некую... Игорь там сидит, как Сократ. Беларусь живет. Все. Мы сделали умовно каждый монтаж. Мы можем порезать в этой видеоролике. На некий коротковалок порезать, когда нам нужно. Ну, звучайное редакование. Что мы теперь маем? Мы с вами маем гость. Уже такие умовные монтажи. И сплюют сотни стилей. И с выбором стилей мы должны начать. Вот один стиль. И музыка так само, как и музыкальный человек. Ну, и там музыка на фоне, которую так само можно выбрать. И с выбором. Ну, разумеется, что это такой набор шабленов, которые отдельные доклады настроились. Мы можем выбирать шрифты, колеры, размещения. Мы можем сделать это горизонтально. Али горизонтально зараз никто не робит. Робить раба квадратски. Потому что квадратски пасуются и на инстаграм, и на фейсбук, и на все сетки. А для сторис мы робим какие? Возьми. Правильно. Счастливые слова. Что, когда мы загрузим музыку, что он подберет монтаж так, как эта музыка клалась в динамику видео. Видео подпасуя до музыки. Сейчас музыка не чувствуется, потому что музыка у самих проектора повинна быть. Может, возможно? Я могу поменять музыку, я могу поменять протяженность. Близко это было для инстаграм сторис. Могу сделать максимальную протяженность. Я надо изменить монтаж. Могу дать небольшие кадры, могу погулять со стилями. Короче, все необходимое монтовать. Я не проходил курсы. Я не учился. Мне просто не было часу. Я отзывал некую подзею. Я еду на троллейбусе в Маворше, и быстренько отдаю эти титры, монтую, и запошу на интернет. И виды завжды будут иметь более шансов, чем фото. Это такие простые речи, которые вам позволяют сделать нечто большее, чем просто запустить какие-то дымы, которые вы там сделали. И ничего страшного, когда оно будет подобное. Ничего страшного, когда оно будет трошки простое. Вы с часом насобачитесь и делаете это правильно, как это было... Человек отдыхает. Это маленькие суды техники, сделаны для того, как прощает житет человека. А платформа это... Аброиды? Нет, платформа. Аброиды, афоны для всего. Но суда есть такая, что вы себе спрощаетесь с житетом. А человек такая ленивая института, что на двору очень лучше работать ручную. Перегонять на компьютер, подамонтовать средни, и у него отрываются страшные непровожки. И на работе. Уже не актуально будет это. Да, так говорится. Так что вот это квик, как долго не зацепиваться. Вы, надо сказать, зимой погуляйте. Пообицаете мне, что попробуете. Так, попробуйте. Вот это мне взяться. В интернете, попробуйте на Android. Плоймарк. 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 Ну вот это одна охрана. Как достойно. Куик. Куик. Так. Вот она пишет. Нет. Не говорите? Канва – это, как обработать картинки. Он уже знает. Как зовут тебя? Рома? Рома, не интересно, да? Не интересно. Он, может, белорусский не понимает. Он не понимает ни одного слова, поэтому я его придала. Будет разговаривать ни одного слова по-русски. Класс. Интересно. Смотрите, что мы делаем, для чего потребуется Канва? Это еще одна бесплатная программа. И Куик, и Канва – это бесплатная программа, чтобы сделать классный контент, видеокартинки для ваших сторонок. Что мы тут делаем? Мы выбираем, например, шаблён. Что мы хотим сделать? Мы хотим с вами сделать заставочку. Мы выбираем шаблён, например, вот. Это что такое? Ну, любые просто. Сэконт или младш. Я выбрал его, и я могу отдать гаванск этот текст. Я могу написать «Живе Беларусь». Я поменяю шриф, потому что сейчас он не пригодится. Правильно? Шриф, например. Я, например, использую, всегда видеть, как робота. Давайте добавим какую футочку. И давайте добавим сюда футочку «Видарисы». Робите поделиться, и заховываете себе вот ци в PDF, ци в любом формате на телефоне. Я зараз просто пахутково вам показываю, и не заберешь, можно зарабить великолепожие картинки заставки. Я уже просто выбрал кепский шаблён. Вы можете на своём телефоне зарабить графику для социальных сеток. Мы предлагаем 1000 шаблён, бесплатные, которые вы можете спокойно загнать у ваш телефон, поменять текст, поменять картинку. Вот. И мы экспортовали его себе на телефон. Робим май. А параллельно есть еще одна программа, это картии Canva. Так само погуляйте, попробуйте там сделать заставки некие шаблённые для вас. Добро, покажу, как можно, покажу на нашем инстаграме. «Заховать выяву». Всё. Заховано у галереи. И здесь, на то или иное, у галереи, вот так. Вот готовая картинка. Ну, например, за 2 секунды. Вы разумеете, что можно любые shift поменять, кодер поменять, там, как вы ожидаете. И шаблю вельми, вельми шмат. Это разумело, так? И нормально не працуя за… Вот мы, на працюю, свободовскую инфографику основную, для сеток. Мы робим вот эти программы. Он так само сделает нас в телефонах. Так само вы даете некие элементы, картинки, иконки, меняете текст, и потом ставить на социальные сетки. Понимаете? Это заставка про китайское межевание, про тетей. И еще есть фильмы классные. Это Крэлла. Это, украинский стартап. То же самое, только с анимацией. Раз вам покажу приклады на свободе. Мы не имеем интернет на компьютере. На свободе. На свободе, на приклад. Ну, вот такой вот. Вот такой вот. Так само на телефоне. Си на компьютере это робится за две клинки. Выбираете, выбираете любую анимацию шаблёна, меняете свой текст. Это так само, как я вам показал, а не просто. И экспортуете как анимацию. У вас готовая анимация. Классненько? Угу. Ну, тему же, мне кажется, то есть, вот такая вот. Так само, оттуда. Си на приклад. Вот такой вот. Это все с Крэлл. Так что, три программы, это третья. Развернемся на эту. Все без вопросов. Нормально, цикава, это так? Или рому не цикава? Наоборот, рому больше цикава, только язык, он не понимает. Давайте, значит, вот, поэтами, еще до конца. Локальный контент, то, мы не стараемся, что национальный, немае сенсу, а мы стараемся шмат маленьких, локальных, конкретных групп. Причем, музей в этой группе, тем лучше. Кали вы робите, например, ваш проект, ци бизнес, ци цуполка, ци новинный сайт, пра моду, то вы робите, на котором люди, которые этим занимаются. Кали гэта пра, только и кей район, ци борш. Супер. Кали гэта пра, баршанский район, то мы так и кажем, только про борш. Мы не пичкабельем контентом, не размываем этого. У свободы радует, сейчас проблема, что мы працуем на Беларуси, класс, можно еще проработать. Беларусь, гэта пра, или от опасников, в инстаграме, и фейсбуке. Например, с одной боршой, давайте подумаем, какие можно сделать темы про боршу, разные аспекты. Давайте подумаем, мозговые что? Болбасы. Самая главная тема, это военное становище. Вставание с колен. Давайте здания. Руины, давайте. Во всех есть аспекты? Нет, это тема, а шанская битва. Возьмите по одному аркушуку. Продайте. Одну аркушуку. Возьмите руки, ауки, а сапки. Значит, я вам даю здание. Зробить вам проект для социальных сеток. Это повинен быть не длинный проект, не повязково, может быть коммерцийный, может быть не коммерцийный, как вы ожидаете. Возьмите налоги, осадки. Есть у вас? Олег, может кто-то может поделиться по моему, а? Запишите, Галина. Там, на столе, подойдите. Значит, вам треба придумать зараз некий проект в социальных сетках. В социальных сетках связаны с вашим городом, особенностью, районом. А я памятник, давайте вам дам пример, а вы его не повторяете. Например, у Вашингтона есть локальный сайт на Инстаграме сторонка, и они постят, так и называются, Двери Вашингтона. И они снимают на Инстаграм просто пригожие Двери, разных домов, квартиры, и так далее. Каждый день. Вот вам таки проект и он на Совы локальный на конкретную территорию. Ваша зараз дача. Придумайте некий проект зараз свой для социальных сеток. Придумайте для его назву, придумайте для его платформы, на яких он будет. Я рекомендую 2 платформы максимум. Платформа, это значит некая социальная сетка. Не распыляться на все. И придумайте форматы, которые вы тут будете постить. Какие у нас бывают форматы. Видеография. Инфография. Видеография. Текст. Поглядите, напишите конкурентов, когда вы их ведаете, потенциальных, которые существуют, которые могут осознать, а вы про них не ведаете. И напишите типово читать. Сколько его году, где он живет, когда я это могу вызначить. Пол мова принциповая для вас. На яких присосованиях он будет использоваться. Починайте, пишите, можно писать уже. Сколько годов это нам? Нет, сколько годов вашего житачу. Придумайте сейчас некие интересные проекты. И мы их разберем потом. Правда?